АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОТЕЮ ЧИТАЛА МАМА, КОДА Я БУЛ МАНЕКИ И САМОНИМО ЧИТАЛ И ОТЕДОЛА Но то, что я... Ну, это делал эти три рассказы. Во-первых, об этом предисловие не написано. Почему? На самом деле, случайная история. Меня однократно это рассказывал, поэтому мне самому скучно это повторять. Ну, в общем, это было там, на одной дворке, как ныне говорят, как называют, ясно, чудо-клодка. В общем, я был приглашен, и там были маленькие, безобразные дети, которые шумели и плохо себя вели. И я, рассудившись, сказал, что я буду всех забывать. Ну, и вид, у меня, видимо, такой был, что они поверили, как-то так успокоились. Ну, я считал, что я могу им рассказать историю интересную. Ну, они, может, так, несколько скептические, но все-таки сказали, ну, давай. Ну, вот я рассказал одну из этих, один из этих рассказов, понравилась, сказали. Ну, а еще рассказал второй, к этому времени притянули взрослые, а нет еще какого-нибудь рассказа. Ну, вот я сказал, третий. Вот, и после этого одна дама, которая была на этой яхте, сказала, вы не хотели бы перевезти, чтобы потом издать? Я подумал, а почему нет? Тем более, что вы идете рассказы. Вот я их перевел, ну, куда-то в этом принимали участие моя семья. Значит, моя дочь сочинила вместе со мной стихи в конце каждого рассказа. И, так как она композитор, она сочинила еще и музыку. Этим стихам положила их по музыку, сыграла. А спела это все на озвучку, такой семейный подряд. Если вы откроете эту книжку, то вы увидите, что на последней обложке вот есть сидень. И вот здесь как раз все это и написано. Я думаю, что, значит, я там по-русски читаю эти сказки. По-русски они называются сказки, значит, не сказка, конечно. Потом один раз рассказывает, что я по-русски читаю. И потом есть пение на лею, на летошке Маши. Вот. Думаю, что это, ну, в общем, довольно приятно. Для меня, по крайней мере. Теперь хочу вам сказать такую неприятную вещь. Я должен был покинуть вас ровно в полдевятого. Так вот сложился этот день. Поэтому, поскольку довольно много народу я смотрю и, наверное, много желающих, чтобы я подписал книжки, мне нужно сделать выбор, потому что обычно я отвечаю на какие-то вопросы. Время сейчас, 4 минуты 8-го, я, скажем, полчаса буду отвечать на вопросы, если они будут. Сейчас, 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 не спешите. А потом, в течение часа, сколько подпишу, столько подпишу. Только предупреждаю, сразу. Буду подписывать просто вот. Подпись и дату. Заранее прошу. Не говорите, напишите, пожалуйста, там, дорогой маме или там, что-то. Я бы с удовольствием, но некогда. Поэтому я буду только подписывать. Буду подписывать только книжки. Пожалуйста, с тетрадками, там, не знаю, еще чем, паспортами иногда. Не надо подходить. Просто, ну, что мне некогда. Я, естественно, буду оказывать прочтение тем, у кого есть книжки. Не обязательно это, но хотя бы моя. А то я иногда предлагаю чужое. Я говорю, ну, ребят, ну, как-то неудобно, правда же. Вот, собственно говоря, вот и все. Значит, микрофон вот у моего коллеги. И я буду отвечать на ваши вопросы. Да, это вопрос. То, что я слежу, вы уж извините меня, но я сегодня за день несколько набелся. Ноги уже не держат. Добрый вечер. Добрый. Не делал конец своих детей, но я ему большим удовольствием буду читать, рассказать, какие-то книги, но я читаю, что это не очень классно. Перевел. Перевел. Не написал. Это все-таки кипр. Подписал? Подписал. Подписал, да. Очень люблю ваши передачи. В частности, очень плавные передачи, поздно. Спасибо. И вот в одной из передач вы посоветовали посмотреть фильм «Фьюмон». Да. Я нашел ее в интернете. Там, правда, расширенная версия. Четыре с половиной часа. Да. Три части. И этот фильм произвел на меня огромное впечатление. Отчасти шокировал. Отчасти заставил задуматься. Шокировало, наверное, в первую очередь насилие, которое существует в мире до сих пор. Да. На религиозной, на политической точке. Да. И второе, что шокировало, это колоссальная бедность, которая есть в стране. Так вот, как вы считаете, при всем количестве разных программ для поддержки бедных, почему такое количество именно бедных людей? В чем причина? Это мышление или что-то другое? И возможно ли, если именно искоренить, хотя бы как-то уменьшить этот разрыв? Что вот возможно? Спасибо. Во-первых, спасибо вам. Я очень рад, что у вас именно такая реакция. Я на это и рассчитывал, когда я рекомендовал. Это выдающийся, совершенно документальный фильм. Я всем советую его так или иначе посмотреть. Конечно, надо бы на большом экране. Он того стоит. Он очень красивый, помимо всего прочего. Но одно и один из выводов, который вы не можете мне сделать, это сказать для себя, какой же я счастливый человек. А когда вы смотрите, как живет большинство человечества, в каком ужасе, в какой бедноте, нищете, то просто можно еще и еще раз молиться Богу, если вы верующие, а не так удалить судьбу, что вы живете так, как вы живете. Хотя, может быть, живете совсем непросто. А что касается вашего вопроса? Ведь это нищета, это бедность, это же ведь, как вам сказать, никто не хочет быть бедным. Не хочет никто жить в нищете. Почему эти люди так живут? Что случилось? Конечно, колониализм сыграл колоссальный народ. Колоссальный совсем народ. Полная эксплуатация вот огромных кусков нашей земли и, соответственно, усиления. Конечно, существует организация, которая пытается как-то, что-то. Но это все из области, знаете, как моральные изменно-обязательства. Надо постараться помочь этим людям. Это люди, которые живут в другом веке вообще. Они живут вообще в другое время. Они забыты. И как их вернуть? Причем за все приходится платить. И живущим хорошо, богатым странам придется тоже платить. И то, что происходит сегодня с этой волной беженцев, и не только беженцев, это часть расплаты. И это всех достанет. И пока у нас не возникнет такого ощущения, что вообще-то, говоря, мы все люди на этой земле, и что я не лучше другого, потому что я белого цвета или там еще что-то. Вот пока вот будет вот это вот неравенство. Неравенство не в том, что, скажем, я более способен к языкам, а он более способен к математике, а я более способен водить троллейку. Не это неравенство, а неравенство глубоко человеческое. Вот неравенство. Но пока это будет, будет эта проблема, и она будет вырастать в какие-то совершенно уродливые вещи. Мы забываем о других. Когда я говорю, я знаю, что это вызывает иногда смех. То, что умирают дети от пола до в Африке, мне не дает пора спать, на меня смотрит снег прям недоверен. Ну подумаешь, там дети в Африке. Один раз увидели, один раз, как мухи ползают по их лицам, маленькие, совсем там, три месяца. И тогда уже тоже будете думать. Этот фильм об этом, и о том, что все равно они люди. Они любят, они ненавидят, они страдают, они радуются. Это поразительный фильм, я вам очень советую. Здравствуйте. Меня Катя зовут Катя Иванович. Я закончила праздничный фильм, и хочу вам задать вопрос про жанр такой, термин, в котором вы активно работаете. У меня три маленьких вопроса. Первый вопрос. Что для вас лично, кто-то лично, что вы делаете в этом форме, а правда в каждом герое? Какая у вас цель? И так вы берете просто сзади. Второе. Кто из мировых культуреров вам максимально симпатичен и интересен? И третий вопрос. Когда-нибудь появится у вас в мастер-классе в этой области, почему вы делаете? Позвольте начать с третьего. Когда-то моя супруга и я создали школу телевизионного мастерства. Было в 1997 году. Это была школа, цель которой была работать с журналистами. Не учить журналистов тех, кому, кто, каким кажется, хотят быть журналистами. Я вообще противник культету журналистки. Вообще. Все это бессмысленные занятия. Нельзя научить человека быть журналистом. Точно так же, как нельзя научить человека быть писателем. Писать, да, можно научить. И рисовать можно научить. Но не быть художником. Понимаете? Можно научить моды и все такое прочее. Но это не значит, что вы будете композитом. Понимаете, такая вещь. Журналистика требует от вас, во-первых, каких-то знаний, во-вторых, опыта. И, в-третьих, понимания. А что это вообще? Для чего это? Я на разных факультетах бывал, в том числе и на вашем. И каждый раз меня это поражает. Просто несчастные эти люди. Они вот выйдут с этого факультета, и вообще будет непонятно, что они делают. Но это же только они, это по всей стране-то. Так вот эта школа телевизионного мастерства была создана, чтобы как раз заниматься уже профессиональными телевизионными журналистами, и которые работают не в Москве, а в разных городах и весях. Это было очень успешно. Знаете, они приезжают, они звезды, они у себя в своих там городах все знают. Можно сфотографироваться, или, как они говорят, оберзительно сфоткаться. Если кто-нибудь меня спросит об этом, заранее говорят, что нет. Сфотографироваться можно. Вот, значит, автограф давайте. А на самом деле что это такое? Это телевизор. Телевизор. Ты включил? Ну, смотри. Который там какой-то говорит. А потом я его узнал на улице. Каждый день его показывают. Вообще он просто очень даже знакомый. А сам, то он ничего не сделал. Он ничего не сделал. И послезавтра его перестанут показывать. И все, вы его забудете. Это же не писатель, который вырушал книгу. Который у вас стоит дома. Или сочнил музыку, которую вы слушаете. Или кино даже снял. Нет же. Он там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-боговорил и все. Ой, как бы замечательно. Вся страна его узнала. А потом вся страна его благополучно забыла. Это первое, что надо понять вообще. Если ты занимаешься этим. И для себя решить. А для чего я это делаю? Для чего? Вот. Школа была об этом. И она была очень успешной. Но, когда грянула, кризис грянул 2008 года. 2008 года. То все закончилось. Потому что она же не бесплатная. Надо же платить. Попробуйте. Техника там должна быть именно сделана и так далее. А телевизионные компании или станции перестали оплачивать своих гривналистов. Ну и все. По сути дела, что или нет. Поэтому мастер-классы тоже были. Мастер-классы не то, что пришел и за три часа научил людей брать интуи. Это ерунда. Это начинать с разговора. А потом, ну давай, бери. А потом я посмотрю. А потом посмотри, как этот, как этот. Разберем. Что, как, в чем твоя сила, в чем твоя слава. Ты понимаешь, что, когда ты берешь интервью, не ты главный, а тут у кого ты берешь. Ты это понимаешь или нет? Внутри. Ты настроен так или ты на самом деле думаешь, что я так. А это же ведь он чувствует. И тогда он как-то по-другому себя ведет. И зритель чувствует. Это много чего надо. Это мастер-класс. Это, считай, две недели каждый день по много часов. И то, может, ничего не получится. Есть ли у меня в мире профессионалы, которые, да, есть, конечно. Из линии живых, Чарль Роуз, наверное, американский, такой есть интервью, который брал, кстати, интервью Путина. Он не очень хорошо брал, потому что, нет, ну, не потому, он плохо знает Россию. Понимаете, если берешь интервью у человека, ну, он, конечно, спрашивает его об Украине, о Сирии, но в России-то он плохо знает, историю он не знает, и поэтому не так здорово. Но, в общем, он хороший интервьюер. Его недостаток, он слишком много сам говорит. Вообще-то интервьюер ты стараешься поменьше говорить. А он любит. Ну, делает это хорошо. Ну, есть такие, которые уже нет. Вообще у англичан есть очень сильные интервьюеры, на МГС, прямо класс. Эти берут заглотку. Эти прямо вот замечательные интервьюеры. Когда я беру заглотку, я имею в виду, что жестко, очень точно, весьма вежливо, но он беспощадно, так сказать, дает вопрос. Вот. А самый первый ваш вопрос был, вы его помните? Про цель и проживание. Цель. Раскрыть. Показать, кто это. Раскрыть человека. Вот посмотрите, кто он. Ваш депутат или там этот писатель. Вот какой он на самом деле. Потому что мы же все ходим в масках. Мы же все ходим в масках. И не то, что специально. Ну так, вырабатывается такая штука, да? А вот какую? И она. Вот если это удается, это прямо счастье. Это цель любого моего интервью. Пожалуйста. Мы вас ждем, мастер-пластик, кто пишет и делает и ты. Ждите, ждите. Во-первых, спасибо большое за вашу творчество. Я прочел вчера вашу книгу. Очень было большое впечатление. До сих пор остаюсь. И у меня к вам такой вопрос. Как известно, многим вы являетесь гражданином США. В том числе. Ну, во-первых, то, что эти отношения существуют для меня, ну, может быть, трагедия, это громко сказано. Ну, это повод для очень неприятного ощущения. Это давно, кстати, было. Слушайте, я жил в Советском Союзе. Многие здесь еще даже не родились тогда. Но была холодная война, и было на грани. И был Кубинский кризис, когда в любой момент могли жахнуть вообще. И у вас бы не было, и у меня бы уже все закончилось. Вот. Ну, я очень просто люблю. Ну, я вырос там. Я вырос в Нью-Йорке. Это мой город, это моя страна. Я ее изъездил то ли поперек. Я ее обожаю. Народную музыку американской любви, наверное, больше всех. Чем именно чернокожей Америки. Там блюзы, спиритус. Я это прямо обожаю. Но я очень люблю и Россию. Просто я гораздо позже приехал. И поэтому отношение несколько другое. Я ее тоже исконесил. Я очень хорошо знаю Россию. Я же и приехал, я, по сути дела, не говорил по-русски. Сейчас, вид, тебя как-то более-менее объясняется. Я очень люблю этот язык. Я считаю, что это один из самых красивых, самых выразительных языков. Язык, который создал Пушкин. Это же ведь с ума сойти можно. Сегодня читаешь Пушкина, как будто это написано сегодня. Это же невероятно. Это же написано, ну, скажем, первой четверти 19 века. И ты читаешь, как будто вот вчера, ну, мой дядя, с самых честных правил, когда-нибудь шутку за него, ну, уважать себя. Вот люди не знают, что значит он уважать себя заставит. Он думает, ну как, ну как, он заставлял себя уважать. Да нет, это означало, что тогда он дал дуба. Ну, вот что. Почему возмущается Евгений. Вот. Это то, что мы зачастую, как бы сказать, забыл. Не интересуется своим языком, таки прекрасно. Но я же не говорю, как ныне говорят. Это предмет для серьезной заботы. Там, конечно, я очень обожаю ваши геджеты всякие. Но знаки преподавания, там, будто, просто не существует. Люди пишут с ошибками, но с такими. Чем-то люди с высшим образованием. Потом есть вещи, которые люди победили. С ними ничего не сделаешь. Как там, например, давлеет НАТО. Но не может давлеть НАТО. Потому что таки от слова давить. И что, давлеть. Давлеть к чему-то. Давлеет ко мне. Все забыли это. Может, кто-то решил, что давлеть это давить, давит НАТО. И так далее. Ну, много чего есть. Или показывает о том. Вы слушаетесь. Как можно показывать о чем-то. Можно показывать что-то. А говорить можно о чем-то. Ну и так далее. Короче говоря... Я... Ну, ответьте, меня это страшно все. Я волную. Язык. Ну, не на самом деле. У меня вопрос не был. Я сказал, что очень люблю. Очень люблю. Я очень переживаю нынешние состояния. Я очень не люблю многих американских политиков. Я очень не люблю поправления, произошедшие в Америке. Неоконсерваторов я очень люблю. Которые толкают на столкновение с Россией. К сожалению, и у нас есть свои. Примерно такие же. Это опасно. Но я надеюсь, что все-таки чувство самосохранения все же окажется сильным. Видите, первый ряд получает все красиво. Так жизнь устроена. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Милина. Я в категорологическом футболе. Браво. И у меня вопрос был связан с литературой. Я знаю, как сложно ответить на вопрос. Какой любимый один писатель. Очень сложно, да? Да. Пустоим, расскажите, пожалуйста. Один. Какие авторы, какие писатели? Давайте золотого века. Наша отечественная литература вас вдохновляет. Золотого века. Золотого века. Ну, тут уже проще. Вас вдохновляет, да? Тут уже проще, да. То есть, как я сказал. Знаете, есть такой в Америке, вы его все знаете, Дональд Трамп. Да, он уже в курсе говорит. Они говорят, так, слушай, не надо ему дарить книгу, у него одна уже нет. Золотой века. Конечно, Пушкин. И, пожалуй, наравне Гога. Прямо обожаю Николая Васильевича. Это такой изумительнейший писатель. Вообще, такой там язык сойти с ума может. Но вообще, когда ты подумаешь, что примерно в одно и то же время. И Лермонтов. Так, неплохой поэт. И Пушкин. И Гог. Тут таких. Титаны. Это уже поразительно. Наверное, вот все-таки Гоголь и Пушкин, это те, кого я больше люблю. Я не буду спорить, лучше или хуже. Это вообще в литературе. Это смешно. Еще Чехов говорил, что нельзя доказать, что Пушкин лучше Златоврадского. Вы уж не знаете, кто такой Златоврадский. Вот был такой поэт. Но доказать-то нельзя. Это же не математика. Это уже совсем другое. Но мне лично, вот Пушкин и Гоголь, да. Скажем, Толстого я не очень люблю. Я восхищаюсь. Но он не будет. Ну, Булгаков это писка. Не золотой я. Правда, это чуть позже. На глядок я так на 150, ну чуть меньше, конечно. А Достоевский, скажем. Ну, совершенно. Вообще невероятно. Но я его ненавижу. Думаю, что это был плохой человек вообще. Толстого. Ну, какой писатель. А Булгаков, я Булгакова лично не люблю. О нем я много знаю. Неприятнейший был человек. Антисемит, кстати говоря. Вот. Ну, конечно, писатель. Мастер и Маргарита, это просто одна из моих самых любых. Самых любых. Пожалуйста. Попрос в вопрос. Меня зовут Ярослав. Я в этом селе национальный позиток Регионовидения. И я хотел спросить. Вот вы с Иваном Волковым снимали серию про Германию. И в одной из последних серий вы у вашего внука Коля. Вы у него спросили, кем он себя больше чувствует. Русским или немцем? Ну, он как-то так не мог ответить. И вы задали вопрос по-другому. Вот чемпионат мира в футболу. За кого вы будете... Вот и будешь болеть. За Россию или за Германию. Ну, как-то так. Ну, там, с компанией друзей. Немцем, за Германию. С ульскими, за Россию. Ну, в общем, вы определили, что он больше немец. Веже-грульский. Ну, конечно. И вот я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот у нас финал по футболу. И в финале стоит... У нас играет Россия и США. Я бы хотел еще с удовольствием добавить Францию. Ну, финал с тремя командами так не бывает. Поэтому пусть будет Россия и США. Да. Ну, вы знаете что? Во-первых, чтобы в США вышли в финал Кубка мира по футболу, мало вероятно. Поэтому я не очень об этом беспокоюсь. Это вообще патриотично. То есть Россия более вероятна. Вы знаете, когда у меня у Люкаев вчера что-нибудь в программе, я ему напомнил, что он сказал, а уже для того, чтобы выйти из этого экономического положения нынешнего, начали с фантастические выходы и реалистичные. Реалистичные это, что с Марта, с Марса прилетят и за нас все сделают. А реалистичные, что мы сами сделаем. Так вот, насчет футбола, можно сказать, что американцы, чтобы попали, это вообще изгодство. Французы могут попасть. Все-таки французы, это футболисты. За кого я болею? А вы знаете, это странное дело, потому что я вообще, говоря, болел бы за Испанию. Я не, как он сказал, я в спорте почти никогда не болею за страну. Я болею за игру или за конкретного, бывает, человека, который мне страшно нравится, и я за него. Вообще слово болеть, интересно, что я только по-русски его знаю. На других языках это не называется болеть. Болеть все-таки имеет двоякое значение, как минимум. И иногда мне кажется, что эти люди больны, ну в самом деле. Понимаете, я знаю людей, у которых настроение реально портится, когда их команда проигрывает. Что-то вообще маленькая трагедия. У меня есть друг, который вот болеет за Челси. Так если Челси проигрывает, это просто превращается в муку, в мрачное настроение, как в волосы. Пусть это будет самая большая твоя трагедия в жизни. Что Челси проигрывает и на бойце сейчас там на 15-м месте. Ну и, понимаете? Поэтому понимаю ваш вопрос и меня раздирают. Если так отвечать на то, о чем вы спрашиваете. Я бы не хотел, чтобы они встретились с вами. Скажем так. Спасибо. Я начинающий педагог. Какой из меня художник. Учу детей разного возраста. Боже, прощения. Боже, прощения. Боже, прощения. И у меня целый вопрос. Как приянуть любое 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 правило? Привания это очень. И встречали договоры. Разное время. Дети убили. Разные люди. Раздействия. На самом деле, Вы задали очень сложный вопрос. Детей пили во многих школах, ну, у нас, мы вообще продолжаем пить, но это от безысходности. Детей, это от того, что сорок ребят в классе, учитель с ними не справляются, не понимает, как их заставить что-то делать и использует силу. Это не только по отношению к детям так поступает, а поступает по отношению к взрослым, но с детьми и прочим, потому что они слабые. А я большой, я синий. Ну, это до какого-то класса, потом уже опасно, а уже непонятно, кто синий. Я глубоко убежден, что искусство и есть то, что развивает человека. Кто как развивает? А развивает. Другое дело, как приобщать ребенка с искусством. Не дидактически, не объяснять ему, что это великое, и так далее. А постепенно его объяснить, скажем, вот так, как со мной было. Вот когда мне читали книги, это искусство или нет? Ну, конечно, мы читали великие книги, и таким образом это меня формировало. Мне с раннего возраста мама ставила музыку. Я очень рано стал обожать музыку. То есть это, на мой взгляд, больше от родителей зависит, чем от учителя. Учитель, когда у него в классе даже 20 человек, ему тяжеловато со всеми. И он не всех знает одинаково хорошо. Все-таки это родители должны об этом думать. Двое родителей сами-то не очень к искусству склонны, потому что их родители, они занимались этим. А ходить на художественной галереи, ведь, как он скажет, картины производят впечатление не потому, что ты объясняешь, а потому что что-то там на тебя действует. Я помню, что я полюбил, так сказать, некоторых художников, когда мне уже было хорошо за 30. А до этого я их не видел. То есть я их видел, но не видел. Того же рубинца. Ну, как будто там все мясистые, жирные люди какие-то. Там мясо, рыба. Только потом. Но то, что крайне полезно, важно, нужно окунать детей с раннего возраста в искусство, это совершенно честно. Я считаю, что это развивает больше всего. Больше всего это развивает. Но я не готов читать лекции на детей, потому что я не педагог и вообще не люблю слово педагог. Я люблю слово учитель. Учитель. Так, значит, смотрите, я уже с вами говорю ровно 30 минут. Мы можем с вами решить таким образом. Либо продолжать говорить, либо на этом останавливаться и начать подписывать книгу. Смотрите, ну, можно проголосовать. Значит, кто за то, чтобы я еще отвечал на вопросы? Ну, я-то понимаю, что тут лишают опасности. Значит, вы имеете в виду, что в результате это подденье, и некоторые меня не с вами устают подписать. Давайте еще 15 минут, и потом все. Да, вот здесь есть вопрос. Давайте. Владимир Анатольевич, все представляются, я тоже. Меня зовут Николай, работаю на телеканале Москва. Я здесь, я здесь. Работаю на телеканале Москва 24. У меня будет вопрос о тележурналисте. Работал в пуле. Не хочу. Желтизна, жесть, тем более. Остается либо делать бантики, так называемые, ну, потому что о чем-то рассказывать, не проблема, либо копаться в прошлом, что приятно, но тоже не для всех. Вы 20 лет варились в соку, так называемую идеологическую фронту. Да, да. Что нам делать? Что делать в этой ситуации? Потому что и вы, либо один, уходить в какое-то самостоятельное медиа, но это очень сложно, ну, и тем более их нет, либо быть самим медиа. Что еще сложнее? Вот что делать? Либо терпеть, либо менять профессию? Ну, вот, это очень правильный вопрос. Ведь вот, просто чтобы у всех было представление, мы с Олегом знаем сразу, о чем мы говорим, поскольку мы в этом варимся. Но, вообще, отношение к средствам массовой информации у вас, то есть, я имею в виду, у народа, какое? Кого-нибудь беспокоит свобода печати? На 26-м месте по вопросам общественного мира, на 26-м месте проблемы кого сми и как? И правда говоря, и правда говоря, зависимый, зависимый, не волнует. Потому что, если бы волновалось, если бы люди по этому поводу как-то выступали, может быть, что-то бы меняло. Но, вообще, нет. Второе. Отношение власти к средствам массовой информации у нас в стране, как я сказал, довольно такое, довольно такое прагматическое. Чем меньше аудитория, тем больше свободы. Вот если у вас дома стоят газеты, вы можете вообще там все хорошо, вообще экономить. если у вас читают три человека, думайте, говорите. Или пишите, или там. Чем больше аудитории, тем больше контроля. И, естественно, на Первом канале, на БТРК, то есть, Россия 1, Россия 24, на НТВ, на этих каналах, там очень серьезная, я бы не сказал, цензура, и очень жесткие ограничения в отношении того, что можно говорить о чем, о чем нельзя говорить, и так далее. Но человек с этим сталкивается и не понимает, а как говорить журналистом? Не пропагандистом, а журналистом. И я не могу сказать, что у меня есть ответ. Можно терпеть. Терпеть в надежде, что, как было все равно, в надежде, что когда-нибудь это изменится. И все-таки идеально компромиссы все-таки не предавать себя. То есть, чтобы не было противно смотреть на землю. Все-таки понимать, да, я вынурный, но все-таки я какие-то вещи буду соблюдать. Можно искать работу в менее мощных средства классной информации. Ну, скажем, телеканалы тоже такие вот вещи. Они существуют. Но, конечно, это другая оплата и совсем другая в деталях в деталях. И, конечно, можно выйти из профессии. И я не тот человек, который может сказать «Сделайте так». Я сам много трех и трогаю. И сегодня то, что я могу на Первом канале делать то, что я хочу, но это объясняется рядом счастливых фактов. Тем, что у меня признанные репутации есть, тем, что у меня в какой-то степени мне это разрешается и, может быть, даже это кому-то выгодно, потому что он скажет «Видите, вот, пожалуйста, здесь, вот, условно, и так далее». Есть такие средства массовой информации, например, как «Эхо Москвы», которые вроде бы «Пожалуйста, что хотите», хотя «Эхо Москвы» только на 35% при акции принадлежит «Эхо Москвы», а остальное это «Газпром-медиа». «Газпром-медиа» принадлежит «Газпрому», «Газпрому» принадлежит «Газпрому». А можно? А почему можно? Да это такая отдушина. Пускай говорят. Ну, сколько человек слушает? Ну, пол-медиа. Чего? В нашей стране 142, в нем не страшно. А это такая очень циничная штука. И каждый человек решает для себя. Я абсолютно не могу брать у себя я могу только выразить абсолютное сочувствие. Спасибо. На просмотку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы зовут Лена, академика журналистских в Треснах. Вопрос такой. Вы преднете сказано о том, что самое сложное интервью у вас было с Ольгеновским. Это правда? Нет. 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 Переводить я вряд ли стану. Мне тогда точно увлекался. Думаю, что я буду переводчиком вообще, буду переводить поэзию, главный язык английскую. Но нет, это казалось ошибочным предположением. Насчет планов на три года. Знаете, англичане говорят, если хотите расскажите Бога, расскажите ему о своих планах. Я совершенно через три года смешно говорить. Я собираюсь вот сейчас мы будем снимать документальные фильмы в Испании. Вот мы уезжаем туда 23 октября. Вот это ближайшее, так сказать, реальное. А что такое творческие планы, я вообще не знаю. Я не очень люблю это сочетание, творческие планы. Еще есть пятилетние планы. Нет, я, пожалуй, нет. Вот. Что касается Чудзи-Первитера с Россией. Самое сложное, но не самое сложное, самое, наверное, сложное, самое неприятное было интервью с депутатом Ириной Веровой. Это была такая кровавая вещь, от которой я не получил никакого удовольствия. тоже, Вот. Были интервью, которые не получались. с моим другом Иваном Мургантом, с другим моим другом Михаилом Жванецким, но они не получались, потому что я их очень люблю, и они могли задать, мне надо задавать жесткие вопросы, неприятные для них вопросы, потому что тут когда-нибудь денешься, а я не могу, поэтому получилась какая-то ерунда. Кроме того, Ваня обладает поразительной способностью не отвечать на вопросы, хотя он вроде бы отвечает. Я ему в этом завидую очень. А он дает интервью, просто, но когда начинаешь разбираться, ничего там нет. Это вот он, конечно, молодец, он абсолютно закрытый, он не пускает к себе, свою семью, абсолютно. молодец, я прям шляпу смотрю. Спасибо. Вот он, вот он, господи. Добрый вечер, я тоже сидела на нефтике, муру, и пять лет назад мы встречались с студентом, я тогда была на первом курсе, и вы сказали, что самый впечатляющий фильм в вашей жизни был про лентальный грибном муж. Самый важный. Самый важный, да, а можете объяснить, пожалуйста, почему? Я разве тогда не объяснил? Да не может быть, чтобы я... О, хорошо, нет, это было не в Париже, о чем вы говорите? Я был невыездным, если не все знают, что это такое, значит, была категория лиц в Советском Союзе, которым нельзя было выезжать за рубеж, не потому, что у них секретная работа, а то, что им не доверяли. Для того, чтобы куда-то поехать, надо было пройти через комиссию старых большевиков, называется Старые Б, и кроме того, КГБ, там все такое прочее. Поскольку я был неблагонадежным человеком, я не хотел сотрудничать с КГБ, если я неправильно был, я был очень долгие годы, ну, больше 30 лет. Я никогда не выпускал. А в 77-м году все-таки меня выпихнуло, так сказать, в Венгрию. Почему в Венгрию? Ну, потому что когда человек выезжал в первый раз, его отправляли в страну народной демократии, то есть, ну, в такую, в советскую орбиту, да, посмотреть, как он себя ведет, там все ли хорошо, все ли, ну, ну, вот. И если да, тогда следующая страна могла быть уже более капиталистичной, скажем, ну, там, Финляндия, что-то там. Короче, оказавшись в Венгрии, а мне там делать было ровным счетом нечего, потому что я не занимался в Венгрии не говорил по Венгрии. Вообще, знаете, никто не говорил по Венгрии. Это такая мифология, будто есть язык венгерский. Это я им всегда говорю, что вы все притворяете, 17 подержей, не надо меня смешить, до этого не бывает. Вот. Так вот, значит, я там оказался в городе Бешприме, что на балаконе. Чего я не делаю в этом Бешприме? Это был телевизионный какой-то фестиваль, я еще тогда не был на телевидении, и я попросился в Будапештный момент, сказал, ну да, езжай. Это симпатичный городок, местами даже красивый. Я там гуляю, и вдруг кинотеатр, на котором по-английски написано, название фильма. One, two, over the cuckoo's, на русский «Подлетай над грибой кукушки». Дальше написано «Джак Нэггельска». «Джак Нэггельска». «Джак Нэггельска». Я не знал, кто такой «Джак Нэггельска». И книжку эту я не читал, вот книгу передоставил. Ну, написано «Венгельские субтитры». Ну, тут я обрадовался, что наконец смогу посмотреть фильм американский на английском закинуть. Ну, и, короче говоря, я вошел туда одним человеком и вышел действительно другим. Это, я не могу долго это порассказывать, но это происходит все в психиатрии, ну, в тихушке, где они настоящие больные. Но есть несколько, ну, человек 12, которые просто там прячутся от общества. Не потому, что им надо прятаться, они не могут жить в обществе. Оно слишком жестокое, слишком там много насилия, и вот они, они там. и вот привозят новенького, героя фильма, который все время пытается раззадурить, чтобы они не мирились с тем, что там как-то не обращаются, вот и он их заводит, заводит, он с ними спорит, вот, и Чав, кстати, он спорит, что вот он оторвет от пола привинченный, тяжеленный умывальник. Сходит на сигареты, денег нет, значит он берется, тянет, жилы в руку, бухают, все, нет, не может. Управляются, поворачиваются, чтобы уйти, они ему усердят, ха-ха-ха-ха-ха-ха, проиграл, он поворачивается к ним и говорит, отлично, по крайней мере, я по-отвоею. И я совершенно просто замер, вот, 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 вот что надо, надо обязательно попробовать. А в конце фильма, между прочим, здоровенная идея, вырывает такие умывания, выбивает эти прутья и убегает ночь. А если бы он не видел, как тот пробовал, хоть и не провалился, но если бы не видел, он бы никогда не попробовал сам. Вот, вот этот фильм изменил мое отношение к жизни. это редко бывает, когда можно сказать, вот точно, вот, вот. В этот момент я стал другим человеком. Много лет спустя я написал Джеку Николсону письмо, потому что жена моего друга, Филы Доллихио, это актриса Марла Доллихио, написала книгу «Правильные слова в правильное время». О том, как правильно сказанные слова, если они сказаны вовремя, могут сыграть его. Ну, это мой случай. И я это написал ей в книжке, и написал письмо Николсону, что вот так и так. И получил замечательный короткий ответ от него, что, мол, я для этого не играл в кино, так сказать, что это было очень приятно. Ну, вот, так что вот эта вот история, я еще один вопрос и все. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос возник по ходу, когда вы говорили о русском языке, как к нему относитесь. Да. Я хотела в связи с этим спросить, у меня вообще образование химико-технологическое, но я в свободное какое-то время исследованию русских от иностранных, я прошла просто несколько лет назад. Просто я очень любил эту язык, и исследователь этого удовольствия. И вот вопрос, который я очень любил задавать иностранцы. что вы начинающие, которые только-то в основном начинают, вот как русский, какой он для вас, как он для вас звучит, потому что русскому человеку сложно оценить, мы его понимаем. Конечно. И, да, я спрашиваю, ну, описать, скажем так, русский язык, когда его совсем еще не понимаешь, какой группы может быть, какой-то еще можно назвать. И что для вас, когда вы только начинали его изучать, казалось, что-то абсурдное, может быть, какие-то вот правила, которые у вас совершили, потому что мне иногда собой кажется, некоторые вещи кажутся очень со стороны абсурдно. грамматика вообще абсурдно. А я, мне всегда нравился русский язык. Первый, знаете, вот в нем он очень, с одной стороны, мелодичный, благодаря тому, что ударение все время скачет. В русском языке нет такого, как в французском, ударение только на последнем слое. Или как в других там, на втором от конца, за исключением там, то-то-то. Это меняющееся ударение придает ему некоторый особый ритм. Очень красивый. Потом, он может быть невероятно нежным, и он невероятно выразительный. Вот это это или или такой звук, который ни у кого нет. Понимаете, это очень разнообразен этот язык. И если ты его не знаешь, но ты слушаешь, то, на мой взгляд, это очень привлекает. И он не... Вот эти языки для меня некрасивы. скажем, голландский. У меня был голландский приятный, когда говорил, так это не язык, это болезнь горных. Так же ха-ха-ха-ха-ха. Вот это было. Вот. В завершение я вам расскажу один из моих любимых анекдотов по поводу красоты языка. Танзичанин, француз, итальянец и немец сидят, выпивают и обсуждают красоту языка. И Танзичанин вы не покушаете. Ну, ну, все-таки. Шекспир. Ну, о чем вы говорите? Конечно же, английский, слово бабочка, да? Послушайте, как это будет по-английски. Пафорфлан. А? Пафорфлан. А? Пафорфлан. 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 и чем вам не нравится шмятерный? А по-русски паточка? Давайте будем подписывать. Спасибо. 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 Продолжение следует...